МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационно-правовой выпуск Де Факто продолжает эфир телеканала Беларусь-4. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Предновогодние праздничные дни на Гомельщине в местах массовых гуляний прошли спокойно. В новогодние праздники дежурили наряды милиции, которые обеспечивали безопасность граждан. Благодаря этому на новогодних площадках случаев травмирования пиротехникой не зафиксировано. Все они произошли на дворовых территориях и пустырях. Возраст пострадавших от 4 до 40. Дети, как утверждает ВВД, поджигали бенгальские огни под присмотром родителей. При использовании пиротехнических изделий в новогоднюю ночь пострадало 5 человек. Все травмы незначительны. Где-то они были получены во время запуска петард, ракет. Каких-либо других серьезных последствий в виде оторванных конечностей, повреждения глаза у нас не зафиксировано, не зарегистрировано. Кроме людей, от использования пиротехники пострадало имущество граждан. Во дворе дома по проспекту Победы областного центра в новогоднюю ночь предположительно запущенной ракетой было выбито заднее стекло микроавтобуса. Чуть больше повезло жителю агрогородка Мичуринский Гомельского района. Пиротехнический заряд прошел по касательной с ветровым стеклом его автомобиля, не нанеся серьезных повреждений. Обстановка на дорогах области тоже была относительно спокойной. Путешествием люди предпочитали праздничные застолья. Госавтоинспекторами в области было выявлено около 3000 нарушений правил дорожного движения. Из них 60 водителей задержан за нетрезвое вождение, 80 пешеходов были привлечены к административной ответственности за передвижение по краю проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Но не обошлось без ДТП, в которых пострадали люди. В Калинковичском районе 59-летний водитель управляет автомобилем Volkswagen Passat и буксирует мотоблок. Во время движения совершается обрыв троса. Водитель мотоблока совершает с ним столкновение, падает с мотоблока на проезжую часть. Получается лестное повреждение, с которыми госпитализирован учреждение здравоохранения, где в последующем скончался. По линии МЧС в эти дни также было зафиксировано несколько происшествий, в которых были пострадавшие. В деревне Мышенко два брата отмечали новогодние праздники. Возник пожар. Одному из них удалось до прибытия подразделения МЧС покинуть горящую квартиру. Тело второго обнаружили при разборке строительных конструкций спасателей. Это был обзор происшествий на Беларусь-4. Оставайтесь с нами. До встречи.